Вот человек, который, по-моему, меньше стоит, а больше бегает. Это Павел Михайлович Маркин. Ухажаю, Анна Каренда, один из самых преданных этому заведению человек. Мой подарок сегодняшний, это не что посреди с теми подарками, которые он делает мне. Вы бы видели, какое количество вот таких же точно фолиантов дарит он мне на каждое мероприятие, которое у меня здесь проходит. Я уж не говорю о своих юбилеях. 70, 75, может быть, это вы. 80, 80, 90. Спасибо большое, друзья. У меня просто маленькое ответное слово. У меня тоже маленький подарок. Он называется, эта книга, 10 лет как один миг, я не буду его показывать Валентину Евгеньевичу, здесь всего 130 фотографий. Я обещаю, что сегодня я сниму и принесу ему еще 20 фотографий, чтобы было 150. Но это еще не все. Я считаю, что, вот сегодня много говорили о человеческом подвиге Валентина Евгеньевича. Я считаю, что в фонде исторической фотографии пора учреждать звезду героя за фотографические подвиги. И потому что Валентина Евгеньевича... И пропаганду. Вот за пропаганду фотографического искусства, за то, что он возродил из этих руин эту студию, этот фонд сделал, эти выставки. И это конкурс, который проходит и через два дня закончится подведение итогов конкурса эпохи зримой черты. Друзья, первая медаль номер один, звезда номер один Валентина Евгеньевича. Спасибо. И совсем недавно человек влился в число членов правления фонда. Но я вам хочу сказать, вот искренность, с которой он относится к нашей работе, человек, который любит свой край, нашу золотую, замечательную Ленинградскую область, это Владимир Евгеньевич Дагаз. И это вам. Спасибо. Так, а теперь, а теперь, а теперь, вы знаете, а теперь, вы знаете, я вам хочу сказать, что, конечно же, здесь присутствуют руководители библиотек государственных, но, наверное, самым педантичным наблюдателем за нашей деятельностью все-таки должен являться директор кинофотодокументов. И я с большим удовольствием, во-первых, приветствую вас здесь и хочу передать вам, Оксана Игоревна, вот эту замечательную книгу. В месте где она есть, Оксана Игоревна. Оксана Игоревна, пожалуйста. Здравствуйте вам, дорогие друзья. Кроме того, что мы дарим эту книгу, каждому изданию мы преподносим еще такую грамоту дарения, в которой обозначается учреждение и его руководитель. Вам огромное спасибо. Таких книг всего издано 50. Спасибо. 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 Валерий Павлович, во-первых, большое вам спасибо, что вы присутствуете сегодня на нашем мероприятии. Это генеральный директор библиотеки Российской Академии Наук. Пожалуйста. Спасибо сердечное. Я только хочу сказать, что мне было очень приятно в Красноярске встретиться, когда отмечали 120-ти книги выдающегося библиофила на России, Геннадия Васильевича Юдина, который фотографировал, снимался в лесе, в хау, в дыры, и я выделил эту фотографию ему вместе с Плачковым в Красноярске, как он очень приятно. Спасибо. Вам спасибо. Сергей Александрович Соколов. Извините, что мы вас так долго задержали тут, но мы вам тоже не подносим вот эту книгу. Спасибо. Спасибо, что вы меня пригласили на презентацию сегодня в вашей книге «Открытие доски». Я благодарю тому, что в нашем архиве кинофото-документов хранится очень много работ из бессмертного наследия Карл Карловича информации. И, конечно, мы готовы к сотрудничеству не только в данном контексте, в вопросе, который сегодня здесь долго обсуждался, но и готовы к сотрудничеству со всеми фотографическими сообществами города. Спасибо вам большое. Спасибо. Я понял ваш номер. Да. Продержал. Знаете, за последние годы вам уже говорил Юрий Ильич, что мы с большим удовольствием посетили наших соседей. Мы посетили могилу Карла Карловича была. И нам было очень приятно, когда мы пригласили к себе гостя после визита в Эстонию. Генерального консула Эстонича. И у нас вдруг оказалась скромная, очень обаятельная, красивая женщина. Приходит и говорит. А вы знаете, я у вас уже была несколько раз в этом салоне. Я очень люблю фотографии. И вот сегодня мы с большим удовольствием преподносим этот подарок. Убежала, сидела, все мероприятия. Ушла? Ну, к сожалению, это так. А? Да. Ездит в корне у Карла Карловича в Польск. Да? Мы хотели бы поднести эту книгу директору Польского института. Но сегодня здесь присутствуют представители этого института. Да? Будьте любезны. Спасибо вам огромное. Создание комиссии Наталья Бышкозапур. А из-за служебных обязанностей. Мила присутствовала. И она просила передать поздравления и благодарности. А также небольшой подарок. Альбом посвящен больше Польскому институту. Спасибо вам большое. Спасибо. Когда я говорил о длинофотодокументах, об архиве, я говорил, что это одни из наших ближайших друзей и людей, с которыми мы вместе работаем. Но у меня есть, конечно, человек, который гораздо большую работу делает в нашем городе, в Папараганде, российской фотографии. Это генеральный директор Росфото Захар Михайлович Колоссов. Поздравляю и, конечно, огромное спасибо за все, что вы делаете. Ну, а мы за дружбу. Спасибо. Глена Войнитиевна, вам наш скромный подарок. Большое спасибо. Будем роман. Ну, знаете, я вам хочу сказать, так же, как я говорил про Павла Михайловича Маркина, то же самое я мог сказать по поводу госпожей Евдогимы. Потому что этот человек, с которым я на связи практически два раза в день, это совершенно точно, Раиса Михайловна, большое вам спасибо за дружбу. Это директор нашего очень знакового православного фестиваля, который называется «Невский благовестный». Спасибо. Аплодисменты. Да, мы сейчас открываем фестиваль вместе с Василием Евгеньевичем в Свойном соборе, вместе с Сергеем Евгеньевичем, в Свойном соборе 16 ноября в понедельник. А во вторник мы открываем в Александр-Невской лавре выставку Владимира Загарских с представлением ее Владыка Марки, Марка, митрополита Ляцкого из Кобоскова. Поэтому милости просим всех. У нас очень много всяких мероприятий. Мы с Владимиром Евгеньевичем еще затеяли вечер Владимира Васильева в среду, так что вообще... 18-го числа в среду. Немножко оба придурили. 19 часов. Спасибо. Конечно же, наверное, я с большой радостью подношу вам. Для его нам здоровья. И хорошего настроения. Конечно. В решении всех. Спасибо. Вы знаете, тут есть представитель господина Плотникова, но мы договорились, что мы лучше ее передадим тогда, когда Валерий будет сам. Что касается музея истории, то Александр Николаевич уже был здесь, Галякин. Да, я знаю. Мы ему подарили. Но с учетом того, что мы с Людмилой Георгией дружим уже столько-столько лет, от меня персонально вам. Спасибо большое. Я два слова хочу сказать. Что в 2005 году, когда исполнилось 150 лет, то Валерий Николаевич еще не имел той коллекции, которую теперь он имеет. За что я небольшое спасибо. И поэтому он обратился к нам. И здесь, в этом зале, были представлены подлинные фотоотпечатки с клином личным Карла Карчугаева. Подлинные? Да, аккуратно в этой выставке вынулись на уголе. Спасибо. Спасибо большое. Еще когда я говорил о том, что иногда в тяжелую минуту, совершенно неожиданно на встречу, на помощь приходят глубоко интеллигентные, знающие свой город, уважаемые люди. И, конечно же, это гораздо приятнее, чем что-то другое. Поэтому, когда сегодня Владимир Григорьевич появился у нас на открытии доски, Владимир Григорьевич Лисовский, профессор, наш уважаемый человек, то я был, конечно, приятно удивлен. И вам тоже персональный подарок. Как у него, как у него, как у него нет. Спасибо большое. Общество охраны паритиков паритиков, если вот лежит здесь. А, лежит? Да. Общество охраны паритиков, если вот лежит здесь. Обращаются за помощью. Но у нас случилась такая история, когда в стенах Кыринского дворца, в святилище расистского парламентаризма открывалась выставка, историческая фотография. Это ваша помощь и ваш план действительно были неоценимы. Спасибо вам за верность Петербургу, за любовь Петербургу, за то, что вы храните память этого места. Это все вашими трудами. Поэтому мы решили поблагодарить вас, коллектив вашего фонда, в связи с вашим юбилеем, и вас лично за верность и любовь к Петербургу и за все то, что вы делаете. Огромное вам спасибо. Огромное вам спасибо за верность. Дома и персональный подарок. Ну что, господа, достаточно? Наговорились? Пора и честь знать. Ребята, открывайте двери и, пожалуйста, прошу всех к столу. Спасибо.